здравствуйте друзья мы с вами сегодня встречаемся на канале голос силиконовой долины и у нас интересная тема эта тема где лучше поселиться в сша и я хочу сказать что если эта тема вас интересует то я уже вас внутренне хочу поздравить потому что я отлично помню время когда если кто-то таким вопросом задался было бы понятно что человек душевно больной то есть нигде он поселиться не мог кроме как вот там где он жил того или в местах не столь отдаленных вот у него выбор был примерно такой первое что я хочу сказать что мы все-таки сейчас говорим о таком месте для поселения человека который только что приехал в страну критерии по которым вы выбираете место для первоначального поселения это совсем не то же самое что будет через 5 лет через 10 там или через 20 критерии изменится поэтому мы себя сегодня ограничиваем вот этим что еще хочу сказать очень часто на форумах люди притаскивают ссылки из каких-то там обзоров или там конкурсов или я не знаю что в американской прессе очень часто в журналах популярных там на телевизионных каналах обсуждаются темы 10 лучших мест для жизни в америке 50 лучших мест для жизни в америке и так далее вы можете посмотреть важно понимать что это это не для новых иммигрантов это вот не то что говорят в десять лучших мест для новых иммигрантов там с высшим образованием но без английского языка мирда или вот вот чего-то такого это для абсолютно другой категории людей поэтому вы посмотрите но все таки для себя определитесь что вам нужно и насколько то место на который вы смотрите она вот как то соответствует вашем критерии потому что у вас критерии другие какие у людей бывают критерии вот люди разные критерирую разные. Например, наличие родственников или друзей. Чтобы было куда-то приехать и чемодан у кого-то оставить. Знаете, такая была фраза в свое время? Вот, чтобы был кто-то. Это не только чемодан оставить, это чтобы тебя встретили, чтобы тебя поселили, чтобы тебя на первое время присмотрели. Очень часто вы приезжаете куда-то, и там человек работает, он вас приводит на то место, где он работает, он уже за вас договорился и так далее. То есть, конечно, очень здорово, когда у вас есть друзья, родственники и так далее. То есть, для многих людей это какой-то важный критерий в приятии решения. Работа по специальности. Если у вас есть некая специальность, и вы хотите оставаться в этой специальности, и вы точно знаете, что вот там этой специальности нет, вот, например, вы железнодорожник, и хотите поехать в такое место, где вот нет железных дорог, например. Ну, тогда вам придется менять специальность. Но вы определитесь. То есть, очень важно знать, что работа есть. Климат для многих людей, климат это существенный фактор. То есть, кто-то не любит дожди, кто-то не любит жару, кто-то не любит землетрясения, Кто-то не любит ураганы, смерчи и так далее. Вообще Америка полна всяких приключений такого плана. Хотя ничего катастрофического в этом нет, но тем не менее. Близость для кого-то важна. Зоопарк, театры, какая-то культура, концерты приезжают. Если вы подумаете о Нью-Йорке, например, то там очень много русской жизни. Там весь бомонд российский, он там гастролирует, не только российский. Поэтому вот такой фактор есть. Есть люди религиозные, и они привязаны к церкви конкретно. Там и баптисты, и пятидесятники, и там может быть еще кто-то. То есть я видел, например, людей, которые от церкви просто никуда не поедут. Вот там, где церковь, там они будут жить. Значит, есть такой критерий, как наличие большого количества соотечественников. Вот это вот русское комьюнити, Russian комьюнити. Некоторые шарахаются, они говорят, ой, вот только чтобы там не было русских. Другие говорят, что хорошо, когда есть русские. Там есть русский доктор, там есть русский страховой агент, там есть русские риелторы, там есть русские магазины и так далее. Это зависит от степени, от уровня ваших отношений с остальными соотечественниками. Есть люди, которые говорят, держись подальше от соотечественников. И я хочу сказать, что они знают, что говорят, поэтому от них вы сразу держитесь подальше. Есть такая философия найти место подешевле. Вот забиться туда подешевле. И, как правило, в этот момент не рассматривается вопрос о том, что там и платят-то мало, там не просто так дешевле. Почему дешевле? Там работы нет, где хорошо платят. Там, где есть хорошая работа, и за нее платят. Там все достаточно дорого стоит, особенно если там еще климат хороший и так далее. Поэтому, ну, вы можете сказать, вот у меня есть деньги. Я понимаю, почему это происходит. Человек говорит, вот я приезжаю, у меня там есть какая-то сумма денег. Я пойду в такое место, где мне этой суммы хватит на как можно дольше, потому что я не рассчитываю, что я при моем знании английского, там, отсутствия специальности, там, еще чего-то, что я смогу как-то там пойти работать. Я вообще считаю, что это неправильное позиционирование, потому что ты должен сказать себе, что я еду в Америку, я буду работать через неделю. Вот на том уровне владения языком, на котором я есть сегодня. Вот с той профессией, которая у меня есть сегодня, или без профессии, которой у меня сегодня нет. Но я поеду, я буду работать. Вот тогда вы совершенно по-другому будете к этому относиться. А деньги, которые у меня есть, я сберегу и не буду тратить. Вот я бы так советовал. Но это дело ваше. Но я просто рассказываю, как люди выбирают. Есть люди, говорят, я пойду в мегаполис, я пойду в такое место, где жизнь бурлит. Поэтому вы когда посмотрите, где реально много соотечественников наших, вообще иммигрантов много. Это Нью-Йорк, это Чикаго, это большие города другие, это Лос-Анджелес, и Сан-Франциско, и Денгер, и там, ну, какие еще есть, Бассиэтл, Портланд. То есть есть места, где вот тусуется иммигрант. Почему? Легче выживать. Там много работы, там много жизни, там, если ты уже нашел одну работу, и не то, что ты к ней привязан на оставшиеся, там, 10 лет, ты можешь в любой день поменять работу, там очень много всего. Там бурлит жизнь. Если это то, что вы хотите, значит, вы едете в мегаполис. Если нет, значит, вы едете, ну, в противоположность мегаполису. Наличие школ для детей. В любом месте есть хорошие школы, и есть плохие. Ну, в любом имеется в виду, что на расстоянии, там, 10-15 минут на автомобиле вы можете попасть в место, где хорошие школы, а в место, где плохие школы. Поэтому вы можете уже, когда конкретно выбираете, там, район, вы принимаете в рассуждение, вот, тоже, наличие школы. Так вот, как я уже сказал, большинство новичков из бывшего СССР, насколько я могу судить по самым разным критериям, вот, в основном в больших мегаполисах живут. Это не значит, что люди не живут в маленьких каких-то городах. Ну, тут тоже бывают, но в основном в больших. Именно потому, что там есть работа, там легче с работой, там проще с работой. Если работа для вас главная, вы не можете поселиться в селе. То есть, это может быть пригород большого чего-то, да, то есть, это часть большого мегаполиса. Конечно, вы не обязательно должны жить в даунтауне, но, тем не менее, должно быть место, откуда достигается вот весь этот мегаполис с большим количеством работы. Там легче выжить с плохим языком. В больших городах привыкли, даже если там нет, например, русскоязычных рядом, там привыкли к людям, которые плохо говорят по-английски, потому что там их на пузырьки. Там всегда для них есть какая-то работа. В ресторане, на стройке, тут, там. Ну, и, конечно, на самом деле, соотечественники там тоже есть. И, соответственно, кто-то вот у них работает. Это обычное дело, то есть, они ходят по русским бизнесам специфически, говорят, вот я там по-английски. И не говорят, нет ли у вас работы так, чтобы с русским языком. И такой работы очень много и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциске, и так далее. В больших мегаполисах очень много возможностей с учебой и с профессиональным ростом. Поэтому, если вы как бы такой агрессивный, такой стадии, там, набирания оборотов, конечно, хорошо быть в большом мегаполисе. Я не могу вам дать конкретный ответ. Вот вы смотрите на это видео и говорите, так что же он так говорил, говорил, а так и не сказал, где жить. Но вот там, где вам хорошо жить, там и живите. Это аналитическая работа. Я вам объясняю, что важно, а вы уже тогда для себя принимаете решение. Я понимаю, что там очень много других факторов еще задействовано. Поэтому самый лучший совет, который я могу дать, я могу сказать так. Ну, во-первых, вы можете написать вопрос в комментариях к этому видео, и я конкретно вашу ситуацию попробую на нее ответить. Но только вы подробно пишите про образование, про возраст, про то, что вы хотите делать, владение языком. Я постараюсь как-то более конкретно. Но на самом деле есть форум «Говорим про ИС», где тысячу людей уже задали эти вопросы, и тысячи еще зададут. И там очень много дискуссий. И если вы действительно заняты поиском места, ну, давайте, значит, вот читайте форум, задавайте вопросы, задавайте вопросы мне. Я как смогу, отвечу. Если у вас нет в США ни родственников, ни друзей, ну, вот вам не к кому ехать в США, что, в общем, и в целом часто бывает, ну, это же не вечно так. Ну, заводите себе знакомых, заводите себе друзей. Опять идите на форум, общайтесь. Люди, которые приехали раньше вас, они тоже нуждаются в новичках с тем, чтобы создавать какой-то вот свой круг общения на месте. Поэтому есть очень много людей, которые будут рады вам. Это все наживное. Вот никто на новое место не приезжает, там, с полусотней друзей. Все приезжают, в лучшем случае, там, есть пару человек, они знают на месте. А дальше они обрастают большим количеством людей на новом месте. Вот столько, сколько надо, столько их и будет. Поэтому нажимайте кнопочку «Лайк», подписывайтесь на наш канал. У меня, кстати, есть блог русскоязычный. Если вы пойдете на www.partnov.com, www.partnov.com.slash.blog, да, там мой русскоязычный блог. Если вы подпишетесь, я тогда буду и там тоже в письменном видео отвечать, поскольку видеоформат не всегда удобен для того, чтобы обсудить тот или иной вопрос. Успехов вам, ребята! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok